Телеканал КРТ представляет Телеканал КРТ По 1932-1933 годе У нас любит там Ветрович размахивать этим Рассказывать о том, что пытались задушить крестьян Так извините Урожай 1932 года был оплачен крестьянами По этим ценам, на которые они согласились Еще в феврале 1932 года Еще до того, как они его посеяли И потом, когда они его не посеяли Почему не посеяли? Это уже другой разговор, как бы отдельная программа нужна Но когда не посеяли Когда заплатили за этот урожай И пришли за урожаем Когда пришло время забирать За то, что заплатили Они говорят, у нас нету Ну как бы вы себя повели, если бы вы кому-то что-то заплатили За что-то там, я не знаю, за воду заплатили А через полгода, говорит, я заберу тебе воду Приходите, а он говорит, нет воды Как бы вы себя повели в этой ситуации? Почитайте книжку Абдурахмана Автарханова «Технологія влади» Сталін розповів про технології знищення середнього класу українського селянства Програмові ще до того, як все це почалося І він особливо мстився за те, що коли Сталін об'їжджав сільські господарства І він казав, треба годувати армію От видасте зерно Якийсь селянин сказав Сталіну Спляши, тоді дам Сталін, на відміну від Зеленського, до речі Не сплясав А якщо б сплясав, то міг би отримати трішки зерна Хоча мені здається добре, що не сплясав Тому що ця тоталітарна армія Її не треба годувати Не треба І не треба йти в ту армію Не треба воювати От наш український рух пацифістів Якраз за те, що особистий вибір людини Не воювати Має бути визнаний І має отримати повагу І поважа Ну давайте ще послухаймо Гитлер би порадовался От в 1941 году не кормили армію Гитлер би порадовался А ви знаєте В Германии, например, в Гамбурге Є пам'ятник дезертирам І вот вчера було 23 февраля 23 февраля фашисты Расстреляли католического святого Йегерштеттера За отказ идти в армию Говорят дезертиры трусы Нет Немецкие дезертиры Зная, що йдуть на смерть Отказывались идти воєвати І поэтому їм ставять пам'ятники Я надеюсь, що в Україні будуть пам'ятники дезертирам Давайте ще послухаємо нашого глядача Вітаю вас Здравствуйте Добрый Це Віктор із Києва Я хотів би задати Даже не задати А може репліка Гостю пацифисту Пан Юридовас Ви знаєте, да К сожалению, вот он не понимає, що Германия в отечественну війну шла не просто захватывать землю Она шла уничтожати нас Наш народ І в тому числі і предков вашого гостя Тому він дуже наївно розповідає по поводу пацифизму Ми зрозуміло, дуже дякуємо Шановні, вам була репліка, ви репліка відповідаєте Ми на наступну тему прийдемо, добре? Конечно, ну все знают про планост Але мало хто знає, що відбувалося в Україні в це час І що немці свої технології концлагерей во многом перенимали Іменно у того Сталина, якого некоторые зараз боготворять У цих коммуністів Ці всі технології масових репресій Отрабатувалися в перві годи Советського Союзу Тогда, коли Україна приобрела независимость Первый раз во время національной революції 1917-го года Тогда как раз речь шла о поставках хлеба в Петроград Ми своїм хлебом купили свою вначале автономію Але независимости нам не дали Взяли хлеб і потім сказали Вы знаєте, ми вам навіть автономію не дадим Но ви ж в жоті Ну був ж этот политический процес По поводу того, почему большевики дали Центральной Раді Хозяйствуючи на своїй Україні Только не вредите нам Что здесь начали делать Центральная Рада Начали пропускать войска на Дон К этим генералам, которые тоже обманули большевиков Они же їх отпустили из тюрьмы Керенский посадил за мятеж этот летний Мы отпускаем вас под честное офицерское слово Что вы против нас не воюете А честное богородное слово Помните, как этот обокраденный шпак Вот они точно так же И на Дон Собирать войска, воевать против большевиков И Центральная Рада тоже Она вроде как бы все нормально была с большевиками Но когда начали пропускать войска Ей предупреждение Не делайте так Да-да-да-да-да Честное богородное слово Но в итоге послали экспедиционный корпус Который показал, чего стоит эта Центральная Рада А я напомню, что Центральная Рада Ее никто, напомню, никто не избирал В отличие от большевиков Потому что стол в нарком в огове с Лениным Избрал второй съезд Советов А съезд Советов выбирали люди по всей России Российской империи А вот кто избирал Центральную Раду Они сами себя назначили Собрались какие-то деятели Типа Петлюра, Винниченко и так далее И назначили И что характерно Знаете, что случилось с этими деятелями После того, как большевики Вы говорите, репрессии, репрессии Что случилось с этими деятелями Центральной Рады И директории После, ну, тех, у которых, как бы, ни крови на руках не было После того, как большевики победили Вспомните Грушевского Нормально себе чувствовал Что большевики пришли к власти Путем революции Путем насилия И эта революция, на самом деле Ничего хорошего не принесла Конечно Конечно Ну, это самосмедленность упала Ну, детская Наша година добила до конца